Всем привет! Сегодня 16 сентября 2016 года и завтра 17 числа будет ровно 2 месяца, как я заполнил емкость, перепелиным пометом. И сейчас мы вместе с вами проверим, горит или не горит выделяющийся газ. Для этого я сейчас откручу шланг и вместо него вмонтирую штуцер. У штуцера внутренний диаметр отверстия полсантиметра. Обязательно нужно убедиться, чтобы не спала прокладка, никуда не потерялась. И сейчас будем пробовать. Непосредственно напрямую, как есть, без использования редукторов. Некоторые же утверждают, что если производить поджог таким образом, то каким-то волшебным образом пламя попадет внутрь емкости и она взорвется. Ну вот, писал же тебе, что доиграешься. 100% обратная тяга была. Да, он даже косил без защиты триммером. Что он там делал с триммером? Да он триммером без защиты косил даже. Какая техника безопасности? Но я вместе с вами. Взрыва не произошло. И это есть тому объяснение. Если посмотреть внимательно на пламя, то оно начинается за несколько сантиметров выше штуцера. Это говорит о том, что необходимая смесь газ-воздух образуется намного выше отверстия. И как бы мы ни старались, оно никак не попадет внутрь емкости. Поэтому пока вытекает газ, можно смело проверять таким образом. Сейчас как раз уже стемнело на улице. Самое время приглушить свет и попробовать, горит наш газ или не горит. Было видно, как вспыхивал газ, голубое пламя, несколько секунд даже само горело, но тухнет. Это говорит, что уже совсем скоро оно будет гореть самостоятельно. И мы тогда сможем продолжить с этой емкостью эксперименты и начать замерять выход газа и многое другое. Температура в помещении была в среднем 25 градусов. Сейчас, правда, она упала. В данный момент 22 градуса, а ночью вообще было 18. Поэтому из-за низковатой температуры проходит процесс этот так долго. Естественно, если бы эта емкость стояла на солнце на улице, то мы давно уже, я думаю, месяц назад уже видели стабильное горение. Но этим видео я хочу показать то, что при именно такой температуре, сколько необходимо будет ждать, чтобы она заработала, эта емкость. Вот, то есть, не обязательно 2 недели ждать. Это может растянуться, как вы видите, и на 2 месяца. На этом видео пока заканчивается, а эксперименты по биогазу продолжаются. Всем удачи! Пока! Пока!